В середину 20 века попали мы, приехав по тревожному звонку наших телезрителей. Улица Ольгинская, которая в последние десятилетия прирастает солидными особняками, таит в своей глубине такие красоты, в кавычках, что режиссеры могут использовать дворы и задворки как натуру для советских фильмов. Кстати, по словам местных жителей, уже однажды там снимали кино. Но мы приехали не кино снимать, а показать ту реальность, в которой приходится существовать людям. А главное, в каком убожестве растут дети. Подробности далее. Вся Ольгинская 49А вышла нам навстречу. Жителям дома было что сказать. Перестав верить в справедливость, они считают себя позабытыми. Оттого в их словах столько отчаяния. Накопилось. Накопились за годы и письма, ответы из администрации и не только. Последнее пришло не далее, как вчера. Как ваше обращение направлено на рассмотрение в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области? Как вы думаете, что будет дальше? Думаем, ничего не будет? Потому что вот обращение с 2010 года. Больше всего жителей Ольгинской 49А беспокоит отсутствие детской площадки. То, что сегодня она из себя представляет, сделано их собственными руками. Но детям-то хочется большего. Только горка вон там, вот отсюда. Мама туда не разрешает ходить? Нет. Так, а здесь где ты играешь? Здесь. Просто здесь. Вот здесь? Да. И домики, еще и горки. Ну, надо построить. Обещаю это делать, но никто не делает. В городе все ставят. Видно парк наш Расторгуевский. Потом поставили площадку здесь на Ольгинской. Только почему тут и тройонцы бывают? Вот и приходится ребятне играть в домиках из бывшей кухонной мебели, прыгать по старым автошинам, кататься на велосипедах по неровным дорожкам. А родителям внимательно следить, чтобы дети не ушли в опасные места. А таких тут немало. Открытый люк у заброшенного туалета. И люк открытый. Дети бегают. Могут провалиться. А там фекалии. В другом конце двора заброшенный сарай с погребами, куда легко провалиться. Тем более вездесущей малышне. И это тоже памятник. Он давно выселенный. Там уже все рушится. Дети из шестой школы туда заходят. Покурить, посидеть. И боишься, что там что-то обвалится и придавит кого-то. Главная местная достопримечательность – бывший общественный туалет. На щите, установленном для безопасности, дабы никто не провалился туда. Говорящие в адресе. Соседство с подобной постройкой малоприятно и опасно. Снести туалет и обустроить хотя бы небольшую детскую площадку – та малость, о которой мечтают жители Ольгинской 49А. А в общем проблем хватает и в самом доме. Отопление у нас поменяли 5 лет назад где-то было. Да. Оно не работает нормально. Вот нормально не работает. То и дело мы ходим, вызываем слесарям. У нас дом спроектирован без подвала. И чтобы пол прогревался, система отопления проходила под досками, под полом. Под полом. Нашему ЖЭКу голову взбрело, может кому-то деньги надо было отмыть, перенесли на крышу. И вот теперь собрали систему неправильно, работали подрядчики. Теперь каждую осень мы мучаемся, пока не запустят большую котельную, большим давлением. У нас дома холодные. А в соседнем доме, общежитии фабрики «Красный Октябрь», при таянии снега протекает крыша. Здание находится в процессе передачи с баланса фабрики на балансы города Видное. Ничего не получается, потому что Видное не хочет принимать дом. И там один бардак у нас. Наверняка они должны сначала отремонтировать его, брать, чем передавать. Ну вот. То, что они в протечке жить, как я вот постоянно живу. И если те, кто должен решать проблемы общежития, находятся далековато отсюда, то проблемы маленького дворика должны решать местные власти. Но почему-то до них дотянуться жители Ольгинской 49А тоже пока не в силах. Татьяна Брылова, Евгений Петров, Елена Кошелева. Видное ТВ.